Необычная школа. Наша съемочная группа побывала в исправительных колониях республики и узнала, чему учат осужденных за колючей проволокой. Уважаемые ученики, тема нашего урока – начало Великой Отечественной войны. Даты – события личности. Им нужно запомнить весь курс школьной программы по истории, а еще по русскому языку, математике, физике. Осужденные изучают основные предметы, а занятия ведут преподаватели из техникумов. Не все осужденные имеют какое-либо образование. Поэтому по закону, а также по желанию, осужденные старше 30 лет обучаются в учебно-конституционном пункте. При получении общего среднего образования осужденные также могут получить высшее образование заочно-конституционным методом обучения. В республике 10 таких учебных пунктов. В них учатся 600 отбывающих наказания. Помимо уроков, в колониях, как и в обычных образовательных учреждениях, работают кружки. Один из самых популярных – ландшафтного дизайна. Белоснежка и русалка, миниатюрные колодцы и клумба в виде зонта – все это создано руками отбывающих наказания. Так окружающее пространство почти не напоминает колонию, а больше – городской двор или детскую площадку. Ландшафтный дизайн объединяет большое количество осужденных одной идеей, одной целью. Направлен на духовно-нравственное и эстетическое воспитание. Кроме этого, психологическая реабилитация, но и работа с землей, с растениями. Во-первых, какая-то занятость осужденных. Уже два года среди колоний республики выбирают лучший ландшафтный дизайн. В прошлом году победила фигура трех богатырей. Ее создатели – осужденные Новочебоксарской колонии. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика.